На календаре среда, 13 января, в студии Елена Нилаева. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Суд над Князькиным продолжается. Сегодня опрашивали свидетелей. Не успел начаться год, как в городе произошли сразу два случая отравления угарным газом, что их связывает. В Котласе по случаю православного праздника будет обустроена иордань. Арт-объект в виде подстаканника установлен на вокзале станции Котлас-Южный. Сегодня в Котласском городском суде продолжился громкий судебный процесс над жителем Ухты Никитой Князькиным. Он обвиняется в том, что, находясь в нетрезвом виде за рулем своей иномарки, совершил ДТП, в результате которого погибли три девушки. Сегодня в судебное заседание были вызваны свидетели совершенного преступления. Сегодня Князькин, идя на второе заседание по делу о страшном ДТП, вел себя не так смело, как вчера. Несмотря на ряд вопросов от СМИ, Ухтинец не проронил ни слова и как можно быстрее предпочел скрыться за дверью в зал заседания. Возможно, адвокаты Князькина, а их у него два, проинформировали своего подопечного, что грубость в адрес журналистов, проявленная им накануне, может повернуться далеко не в его пользу. Если на вчерашнем заседании в зале суда были допрошены шестеро потерпевших, это родственники и родные погибших, то сегодня в суд пригласили четырех свидетелей совершенного преступления. Всего по делу проходит 12 свидетелей. Были на смене, поступил вызов, прибыли на ДТП. По прибытию пожарная служба 16 уже была на месте, они открывали правую часть автомобиля пола. Мы приступили к открытию левой стороны, стали отжимать двери, сняли двери, сняли стойки. Обе двери стойки начали доставать, втаскивать посадавших и передавать каретам скорой помощи. Мы работали по живым, мы не работали по трупам. Столкнулись две машины, одна была перевернута перед колесами. В ней были заблокированы девушки. Вторая машина была на обочине, около машины лежал потерпевший, который теперь является подсудимым. Второй человек сидел абсолютно пьяный, рядышком с работой подушкой безопасности. Мы, естественно, оценили ситуацию, что пострадавших много, вызвали вторую бригаду. Вторая бригада приехала уже к девушкам и ждали, когда их разблокируют из машины. Мы оказывали помощь вот этому подсудимому. И с множественным травмами его доставили в городскую больницу. После долгой реабилитации князьки на ногах. И уже многие говорят, видели, как кухтинец уверенно выходил из машины у здания суда, не используя костыли. Но потом вновь брал их в руки. Вероятно, таким образом демонстрируя окружающим свое якобы болезненное состояние. О будущем приговоре князьким, видимо, пока тоже не особо задумывается. Ведь ничего не делает для того, чтобы приговор был не таким суровым. На стадии предварительного расследования смягчающих, отягчающих наказания обстоятельств у князькина не установлено. Перечень смягчающих наказаний обстоятельств предусмотрен статьей 61 Уголовного кодекса Российской Федерации. К смягчающим наказания обстоятельства могут быть отнесены, в том числе, признание вины, раскаяние в содеянном, добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступления, иные действия, направленные на заглаживание вреда потерпевшим, в том числе, принесение извинений, а также иные обстоятельства, поскольку перечень данной статьи является открытым. Обвиняется князьким по 246-й статье Уголовного кодекса Российской Федерации. Ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Но это не все. Было ходатайство о том, чтобы компенсировать расходы адвоката, которые я использую, услуги. И также было принято, скажем так, решение о том, что ребенок этот мой и моей жены, он также пострадал, и пострадал, мне кажется, в большей степени, чем вся наша семья, скажем так, вся наша сторона потерпевших. Сумма заявлена, была озвучена мною, там, да, 3 миллиона рублей, но понятно, что никто такую сумму не выплатит. Потому что, как бы, если деньги какие-то выплаты что-то будут, да, то есть направят на ребенка, то есть, скажем так, на реабилитацию. После показаний всех свидетелей потерпевших и подсудимого суд приступит к прениям сторон. И только после этого будет озвучен приговор. Сейчас про коронавирус, как сообщает территориальный отдел управления Роспотребнадзора. В городском округе Котлас за последние сутки выявлено 7 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По данным на сегодня, ковид подтвержден у 5196 человек. Несмотря на то, что число заболевших снижается накануне на заседании регионального оперштаба, которое провел губернатор области Александр Цибульский, было решено продлить действующие в поморе ограничения еще на две недели. Почему? Причины есть. Началось заседание с хороших новостей. В первую декаду января в регионе зафиксировано существенное снижение числа заболевших коронавирусом. Всего было выявлено 2500 случаев ковида, а выздоровели на 645 человек больше. В Котласе за праздники заболели 244 человека, в среднем по 22 горожанина в день. По информации главного врача КЦГБ Дмитрия Богданова, сейчас заболеваемость вновь пошла вверх. Если в конце декабря на стационарном лечении находились 240 человек, сегодня уже 268. Стало больше и амбулаторных пациентов. Это говорит о том, что в новогодние праздники горожане активно общались друг с другом. В том числе и поэтому накануне на областном оперштабе решили расслабляться рано. И действующие ограничения в Поморье оставили без изменений еще как минимум на две недели до 26 января. Еще один важнейший вопрос, который обсудили губернаторы и специалисты разных ведомств – вакцинации от COVID-19. По данным регионального Минздрава, в Архангельскую область поступило почти 4500 доз вакцины «Спутник Ви». Это позволит привить всех медиков из красной зоны и социальных структур. Всего в регионе организовано 16 пунктов вакцинации, в том числе в Котласе. Первая партия вакцины к нам пришла в конце декабря. На сегодняшний день в нашу больницу поступили 155 доз, привиты уже 30 человек. В основном это те, кто день за днем оказывает горожанам экстренную медицинскую помощь. Остальные дозы тоже уже зарезервированы. По информации медиков, переносят вакцинацию котласские первопроходцы по-разному. Кто-то после укола отлично себя чувствует, у некоторых бывает легкое недомогание, а у кого-то температура. Что касается массовой вакцинации, на региональном оперштабе исполняющий обязанности министра здравоохранения Александр Герштанский сообщил, что в Поморье ее планируют начать в феврале. Губернатор Архангельской области поручил министерству уже сейчас продумать, куда и как будет распределяться препарат. Кстати, жители Котласа уже начали записываться на прививку. На данный момент подать заявку можно, направив сообщение со своими личными данными и номером телефона в группу КЦГБ ВКонтакте. Акция «Милые сердца» в помощь ковидным больным, которые получают лечение в Котласской центральной городской больнице, будет продолжаться до тех пор, пока в этом будет необходимость. Как принять в ней участие и не остаться равнодушным к чужой беде? Расскажем далее. Акция «Милые сердца» Акция «Милые сердца» Акция «Милые сердца» Светлане Вишняковой. Ее номер телефона сейчас на экране. Наши покупатели получают больше. В «Гастрономах Семеновский» больше подарков, продуктов и деликатесов по выгодным ценам. Больше любви и заботы о каждом покупателе. «Гастроном Семеновский» в Котласе на проспекте Мира, 19, в Коряжме на Ленина, 17. К другим темам. Не успел начаться год, как в городе произошли сразу два случая отравления угарным газом. Что их связывает, почему несчастные случаи учащаются именно в морозы и как предотвратить возможное отравление в материале Нелли Филадовой. Переулок Чкалова, дом 3. Здесь, в одной из квартир, 7 января были обнаружены тела 19-летнего молодого человека и его 17-летней подруги. Предварительная причина смерти – отравление угарным газом. 18-летнюю девушку, также отравившуюся угарным газом, в своей квартире в доме 11 по улице Маяковского, к счастью, удалось спасти. Эта история произошла буквально день назад. Поступилась с рабочим диагнозом отравления угарным газом. Состояние на момент поступления средне-тяжелое. При поступлении у пациентки были определенные моменты, связанные с токсическим поражением головного мозга. На фоне проводимой терапии состояние стабилизировалось. Почему один за другим происходят случаи отравления угарным газом? Почему они произошли именно сейчас? Одно из обстоятельств оба дома и переулок Чкалова-3 и Маяковского-11 находятся в ведении одной управляющей компании – домсервис. Именно управляющие компании ответственны за состояние дымоходов и вентиляции в домах. Как пояснили нам в домсервисе, с их стороны нарушений нет. В 2020-м были в мае проверка, потом в марте была тоже проверка и в ноябре была проверка. Это по Чкалово? По Чкалово, да. А по Маяковскому-11? Графику проходили, в 2020-м году мы у них были. Вы же знаете, в каких квартирах эти случаи именно происходили? Вы смотрели, что именно в этих квартирах ваши проверки были? Да, были. Отравление угарным газом – нередкий наш город. Не исключение у нас и раньше были случаи смертельного исхода. Основная причина, которую называют специалисты – нарушение воздухообмена в квартирах и появление так называемой обратной тяги. Усугубляет ситуацию резкая смена погоды. В результате обмерзания может произойти закупорка дымохода. У нас такие аварийные заявки, как отравление угарным газом, они происходят каждый год. Сегодня люди ставят стеклопакеты, ставят двойные двери, герметизируют квартиру. Именно эта герметизация при наличии в доме газового оборудования и неправильной его эксплуатации порой создает смертельно опасную ситуацию. Если сюда добавить еще внезапное похолодание, ЧП не избежать. Чаще всего в отравлении угарным газом виновата не неисправное газовое оборудование, не засорившиеся дымоходы, а не знание элементарных правил техники безопасности при использовании газовых приборов. Когда проточный водонагреватель работает длительное время, обязательно проверять именно наличие тяги в дымовом канале. Каким образом? Это можно сделать бумажкой, самый элементарный простой способ. Если тяги в канале нет, необходимо приостановить работу всех газовых приборов и вызвать специалистов. Еще один момент – обязательное проветривание помещения. Если раньше с притоком воздуха справлялись деревянные окна, то современный пластик в этом случае проигрывает. Идеально, если в квартире всегда будет открыто окно в режиме проветривания, даже в минимальном. В домах новой постройки есть приточные клапаны воздуха. Их ни в коем случае нельзя закрывать. Часто это слышали жалобы от жителей, что в туалете идет холодный воздух и вентиляция. Это тоже ненормальная ситуация. Это говорит о том, что необходимо меры принять для стабилизации работы системы вентиляции в квартире. Это установка вот этих приточных клапанов, либо хотя бы минимальные меры – это зимнее проветривание хотя бы на кухне. Еще одно очень важное правило, которым, к сожалению, многие пренебрегают – нельзя использовать одновременно вытяжку над плитой и проточный водонагреватель. Мало того, что воздух в закрытой квартире съест колонка, так его остатки будет стремительно засасывать вытяжка. Угарный газ – убийца тихий, незаметный и безжалостный. Его невозможно почувствовать, а чтобы потерять сознание, достаточно нескольких глубоких вдохов. Признаки отравления, недомогания, головная боль, тошнота. Собирается угарный газ всегда внизу, поэтому часто в первую очередь страдают животные, маленькие дети и те, кто прилег на кровать или в ванну. При легких симптомах в первую очередь откройте окна. Если чувствуете себя плохо, выходите на свежий воздух. Ну и последнее. Всегда впускайте в квартиру специалистов, проверяющих дымоходы, вентиляцию и газовое оборудование. Если разобраться, правила вроде бы и не хитрые, но цена им порой – человеческая жизнь. Продолжаем. В Котласе по случаю православного праздника. Крещение Господня будет обустроено Иордань. Купание в освященной Иордании – это одно из главных таинств, за которое любят крещение. Оно должно быть троекратным и, согласно народному поверью, якобы смывает с души и тела все грехи. Однако это совсем не обязательная процедура. Самое главное в этом вопросе – разумно оценить возможности своего здоровья и погодные условия. Ну а для тех, кто все же хочет приобщиться к православной традиции, напоминаем, что для крещенских купаний на территории города Иордань будет оборудована на правом берегу Северной Двины, вблизи территории кафе «Серебряный дождь». Рядом с купелью будут выставлены палатки для переодевания. Также там будут дежурить сотрудники экстренных служб. Сразу после освящения купели с 18 часов 18 января до 2 часов ночи 19 января. А затем после перерыва с 10 утра до 24.00 19 января. Многодетные семьи Котласа приглашают поучаствовать в ежегодном конкурсе «Признательность». К участию в конкурсе на специальный диплом «Признательность» приглашаются многодетные семьи, достойно воспитавшие троих и более детей, достигших восьмилетнего возраста. Пакет документов небольшой. Основной пакет документов – это свидетельство о рождении детей. Документы основные на родителей и обязательное условие, чтобы были награды, благодарности и дипломы. Именно доказательная база на то, что достойно воспитаны дети. Награды за участие в каких-то конкурсах, спортивных мероприятиях, культурных мероприятиях, участие в разных олимпиадах и так далее. Документы на конкурс «Признательность» принимаются по 15 января включительно в администрации города в 105 кабинете. Вопросы можно уточнить по телефону 2-74-68. Ну а затем все поданные заявки будет рассматривать специальная комиссия. Получается, до 15 февраля мы должны определиться с кандидатурами, которые будут направлены в областную комиссию в Министерство труда и занятости. В минувшем году, напомним, дипломом «Признательность» были отмечены 8 котловских семей. С 1 января в области на 4% увеличены размеры детских пособий и других выплат многодетным семьям. Так, региональный материнский капитал при рождении третьего ребенка или последующих детей теперь составляет 109 200 рублей. А максимальная субсидия на улучшение жилищных условий при рождении или усыновлении седьмого ребенка и последующих детей – 2 млн 159 040 рублей. Размер ежемесячной денежной выплаты на питание обучающимся детям из многодетных семей составляет 475 рублей. Ежегодной выплаты на приобретение одежды обучающимся детям из многодетных семей – 2 082 рубля. Арт-объекты в виде подстаканников установлены на крупных вокзалах Северной железной дороги, в том числе на вокзале станции Котлас-Южный. Вы только посмотрите на этот гигантский стакан в подстаканнике с ложкой внутри. Он появился на вокзале станции Котлас-Южный в новогодние праздники. Высота арт-объекта целых 2 метра. Выполнен он из металла и высокопрочного пластика. Объем инсталляции около 300 литров. На каждом подстаканнике написано название вокзала, где установлен арт-объект, а также изображение вокзала, на котором он установлен. Подстаканник давно стал символом путешествия на поезде, поэтому его необычно большая копия точно удивит пассажиров и сделает пребывание на вокзале уютным и особенно приятным. Кроме того, заядлые путешественники вместо привычных сувениров могут сохранить память о городах, в которых удалось побывать в виде необычного фото с гигантским стаканом. Такие арт-объекты уже есть на десятках вокзалов Северной магистрали. В ближайшее время они появятся на вокзалах в Оркуте и Печоре. Ну, конечно, красиво очень. Хорошо все, прекрасно. Все красивое. Татуэточка такая. Как символ города. Уютненький вокзал. Когда-то мой папа пользовался только стаканом подстаканники. И на память остался подстаканник. Он серебряный, червленый такой. Очень красивый. Напоминает. Травится. Очень интересная задумка. Конечно, создает особую атмосферу. Украшает Котловский вокзал не только удивительный арт-объект, но и новогодние фотозоны. Первая из них оформлена в зале ожидания. Камин с подарками, ковры, сундук, живая ель с игрушками, ручной работы. Их создатели – ученики ЖД-интерната. Каждый хенд-мейт уникален. А это большой волшебный сундук. Волшебный он, потому что письма, которые в него кладут посетители вокзала станции Котлас Южный, попадают прямо в резиденцию Деда Мороза. На входе в вокзал тоже есть фотозона. Маленькая, но зато яркая и интересная. Она, несомненно, заставит улыбнуться не только детей, верящих в чудо, но и взрослых посетителей вокзала. Вся эта красота будет радовать глаз до конца января. И о погоде. Аномально холодная погода по-прежнему не отступает. Сегодня ночью температура в отдельных районах региона может опуститься до минус 40. Правда, некоторых мороз нисколько не пугает. Наоборот, они пользуются случаем, чтобы запечатлеть красивейшее природное явление – северное сияние. Наблюдали его и в Котласе. В соцсети наполнились яркими фотографиями уже вечером 11 января. Зеленые всполохи видели жители Архангельска, Северодвинска, Котласа. Наш земляк, фотограф Алексей Шихонин, одним из первых запечатлел завораживающее зрелище. А вообще охотники за северным сиянием, у них даже есть свое сообщество ВКонтакте, знают, куда и когда нужно приходить с фотоаппаратом. Они отслеживают, когда на солнце появляются так называемые корональные дыры и солнечные вспышки. Именно они – предвестники северного сияния. Кстати, по прогнозам, 17-18 января небо над Архангельской областью снова озарится. Чтобы увидеть природное чудо, придется выехать за город. На этом у меня все. Далее вас ждут прогноз погоды. Одевайтесь теплее. Увидимся. Спонсор метеовыпуска – сеть магазинов «Авторитет». Автомобилю нужны запчасти. Сеть магазинов «Авторитет» – это более 20 тысяч наименований для иномарок и отечественных авто по выгодным ценам. В наличии и под заказ, и на все виды автомобилей. Автозапчасти «Авторитет». Детальный подход. Котлас Маяковского 47 и Володарского 23. В четверг, 14 января, в Котласе с утра ожидается ясная погода. Днем будет облачно и без осадков. Ближе к вечеру возможен снег. Температура воздуха утром – минус 34 градуса. Днем температура будет расти. Столбик термометра будет на отметке минус 25. А в ночные часы возможно повышение до минус 20. Ветер северо-восточный – 3 метра в секунду. Атмосферное давление выше нормы. Атмосферное давление выше нормы.